Привет, это Дракон, и вы смотрите 200 дней выживания с подписчиками в Альхейме. Благодаря вашей активности и приятным комментариям, я решил не останавливаться на 100-дневном формате. Тем более, нам еще остался финальный, самый жесткий басяра. Так что же, давайте не будем тянуть и приступим к путешествиям по опасным равнинам, далеким туманным землям и проклятым подземельям. Конечно, я рекомендую начать просмотр с первой серии. Я сделал для этого отдельный плейлист, но каждое видео можно смотреть и как самостоятельное произведение. Так что решать вам, а я начинаю свой рассказ. После 100 дней сурового выживания многие викинги обленились, а кто-то и вовсе отправился в Альгалу. Как их туда пропустили, понятия не имею. Остались только самые трудолюбивые, в том числе и ваш непокорный рассказчик. Сварщик, сварщик, электродов ящик. Это точно про кого-то. Захотелось мне стать ведьмаком в Альхиме, поэтому и пошел на гору добывать серебро для меча. А там драконы, волки, причем такие недружелюбные, будто бы я из школы кота. Но когда у тебя сила масса костей, для тебя никакая стая волков не проблема. Пусть укусят за что угодно, главное, чтобы не откусили. Разобравшись с волками, переключился на дракона. Он во мне тоже не узнает своего собрата. Ну точно я кот. Дошел до дома и по традиции офигел. Ребята построили доминую печь и занялись переплавкой черного металла. Который не такой уж и черный, он зеленый скорее. День 101 начался с работы. Один игрок сделал себе новый щит и смотрится он по-скандинавски брутально. Параллельно с улучшением шматья мы начали изучать новый биом. Равнины. Такие красивые, но такие опасные для среднезащищенных викингов. Нашими первыми равнинными жертвами стали локсы. С них падает уж очень сытное мясо, поэтому мы устроили настоящую охоту на них. Марат решил затестить новый щит, но забыл, что нападать могут и сбоку. Блин, а блин. 97. Комар, Марат! Комар меня высосал. Помогли падшему викингу вернуть вещи и вернулись домой. 105-й день можно назвать фильмом «В поисках льна». Для этого ресурса нам пришлось напасть на деревню гоблинов. Опыт борьбы с драконом научил нас использовать все силы, и мы были в порядке. Правда, в этой деревне был только ячмень. Ночью вернулись на корабль, и когда казалось, что все трудности позади, трудности прилетели снова. Ой, вот оно. Давай на корабль, Владос. Помните меч, который я упоминал в начале серии? Наконец-то я его сделал и сразу отправился тестировать на местной болотной нежити. При ударе потусторонние враги начинали испытывать святые коллизии, которые выглядели суперски, а вот урон наносили небольшой. Так или иначе, наконец-то я обновил свою железную голову на что-то более смертоносное. На 115-й день, когда я зашел в игру 1, начался рейд нового типа. Все покрасилось в лиловые тона, а в воздухе появились искры. Это смотрелось так же магически вдохновляюще, как и опасно. Огненные призраки начали нападать на бедных никсов. Пришлось вступить за них в бой. Серебряный щит отлично справлялся с высокой температурой, а ведьмачий меч подошел идеально. Правда, меня зачем-то попробовал укусить никс, которого я спасал. Ну вот так всегда, помогай, а тебя укусим. Еще парочка призраков была отправлена обратно в потусторонний мир, и рейд сошел на нет. Решил я, в общем, без ребят особо в мир не заходить. На 120-й день мы с Зориком отправились захватывать башню гоблинов. Нам нужен был крепкий форт для постройки портала на равнинах. И башня этих зеленых человечков была кстати. Гоблины заняли все три этажа, а сверху находился однозвездочный, которого мой щит не блокировал. Хорошо, что ПВП отключено, так бы мне знатно навалял мой же напарник. Тем не менее, со всеми обитателями башни мы расправились. Поставили дверь, верстак, положили пол. Через несколько дней наша база на равнинах выглядела так. За ограждением находились поля. Кстати, тут я уже в новой броне. Один из игроков рассказал о наличии в игре самого сильного лука, который фармится в болотах. И так как я стремился к максимальной прокачке всего, этот предмет звучал максимально интригующим. Тем более мне обещали, что он будет светиться. Причалили у равнин, повоевали с комарами, добежали до болот и стали искать зеленые деревья. Нашли башню с элитным драугом, трофей не дропнулся. Первое нужное нам дерево было неплохо так затоплено, а надо было подобраться к нему вплотную. Да, на корабле. Я направил корабль максимально близко к дереву, взял топор и бац! Ой, блядь, корабль разъебал топором. Поплыли его чинить к берегу. Второе дерево уже нашли на суше, и я добыл первую свою слисть. Мне открылся чертеж лука, новый факел и зеленый флаг. Набор шикарный, а главное яркий. Только одного кусочка нам не хватит. Второй кусочек было собрать в разы тяжелее. На некоторое время мы из викингов переквалифицировались в монтажников-высотников. Тут могла бы быть реклама онлайн-курсов, но кому я нужен с такими просмотрами? Построил лестницу, залез наверх, добыл заветную слизь. Точно такую же манипуляцию мы провернули со вторым светящимся наростом. Для добычи самого высокого куска нам пришлось даже ставить подпорки. Да, тут есть физика, не забывайте. Но одной не хватило, пришлось ставить вторую. Пока я добывал дерево, мой напарник придумал использовать само болотное дерево с наростом как подпорку. Зорик, в смысле ты подставил? А почему у тебя стоит... А, ты к дереву привез... Ах, ты гидрожоп! Ну ладно, ты не слишком умный, но все равно. Такой же трюк мы провернули затопленным стволом. Просто построили вокруг него небольшой подмост. Этого нам точно хватит на два лука. Просто посмотрите, как круто он смотрится. Правда, урон у него был меньше, чем у моего прошлого. Надо прокачивать. Вы спросите, как я оказался с этим прекрасным луком на плоту с голожопым мужиком? Я и сам не понимаю. Но вот чего он мне хотел показать, точно стоит и вашего внимания. Спавнер последнего финального босса. Каменный алтарь на равнинах, окруженный водой и огромными валунами, около которых и подох наш викинг. Новый лук как раз пригодился, заодно и теорию проверил. Эффекты суммируются, то есть он может одновременно и морозить, и травить. Просто супер девайс. Я решил осмотреть алтарь финального босса, и взад меня укусил комар. А потом еще один прилетел. Что касается алтаря, то тут было подготовлено место для пяти трофеев. И опять комар. Реакция кошки, грация моркошки, и комара больше никто не вспоминал. Мы могли бы призвать босса хоть вот прямо сейчас, но решили повременить, и достаточно к нему подготовиться. Сделали на этом острове портал и отправились домой. На 144 день ребята построили новый склад. На него я повесил всратый трофей локса. Не то чтобы он так называется, просто он так выглядит. Лойк, если согласны. Склад получился такого майнкрафтовского типа, где к каждой сундуке были подписаны. Выглядело удобно, но не очень практично. Вы наверняка заметили, что у нас появился новый загон для кабанчиков, где мы решили заняться жесткой селекцией. Проткну его алебарды нахер. Еще одного проткну, который без звезд. На тебе, сука! Все, разводим только двухзвездочных. Уж простите селекция. Я сама необратимость, я естественный отбор. На 147 день мы нашли еще немного тотемов для алтаря призыва босса. Вот так они выглядят. Один из самых мистических объектов в игре. И таких обычно несколько в деревне. Вместе с темным металлом, монетами и ячменем. На следующий день мы ради спортивного интереса решили одолеть уже пройденных боссов. Посмотреть, насколько быстро мы сможем это сделать. Как раз около нашего дома был один древний. Вызвали бункерного лешего и были в восторге. Ничего себе! Он еще заспавниться не успел. Может ты как-то с ним полегче будешь? Да, босс оказался невероятно слаб против нового оружия. И мы решили проверить, а сколько он вообще нам нанесет урона с включенной силой массы костей. Ответ, меньше единицы. Такое открытие, конечно, развязало мне руки. И мы отправили древнего обратно в свой бункер. Нифига мы прокачаны. Что будет, если мы на эктюре сейчас пойдем? Хочешь проверить? Да, именно это мы решили сделать. Идея была поставить стенку трофеев боссов. И эктюр был следующим. Эх, кто смотрел первую серию, помнит это дерево, которое прибило грозового босса. Решил залезть на него и оценить призыв сверху. Только эктюр заспавнился, как потерял треть хп. В итоге подошел я с дикобразом и первый босс погиб, как какой-то несчастный драукс болот. Впрочем, эктюр ни для кого и никогда не был проблемой. Стена трофеев пополнилась его головой. На 150-й день мы отправились изучать далекие острова. Стало интересно, какие тайны скрывают ближайшие земли. Как обычно, погода испортилась. Но нам повезло, и мы увидели пасхалку на Тора. О ней есть небольшой шортс-ролик на канале. Самая интересная часть моего путешествия – это открытие нового неизведанного биома «Туманные земли», которые напоминали смесь болот с черным лесом. А внутри сразу начиналась ночь. Деревья здесь были со всех сторон облеплены паутиной, и я держал свое оружие на готове. Естественно, мы попытались ее срубить, но это пока невозможно. Все наше приключение тут выглядело как хоррор, но пугающий эффект закончился сразу, как мы поняли, что это еще недоработанный биом, и тут не спавнятся никакие мобы и ресурсы. Как мне кажется, здесь в будущих обновлениях просто обязаны появиться какие-нибудь мистические пауки с зелеными или фиолетовыми глазами, которые будут дропать паутину, например, из которой можно будет делать крепкие веревки, может быть даже какой-то паутина, железный щит. И скорее всего тут будет еще какая-нибудь новая руда. Может золото, может какие-нибудь драгоценные камни, но пока тут делать нечего, поплыли домой. После приключения занялся вполне бытовыми проблемами. Половил рыбку, починил загон с кабанами, пособирал на фермах ячмень, лен, подбивался от комаров, продолжил собирать лен, высадил, пожарил мясо рыбы, а потом с напарниками отправился в очень неудачное путешествие. Мы приплыли к болотам, и на нас напали отчаянные слаймы. Я сел на мель, и произошло это. А-а-а-а! Нет! Нет, суки! Вторжение! Враг на борту! Бей! Бей, сволочь! Я хочу жить! Полный коллапс и никакого антидота. Остаться в живых, так можно назвать следующие несколько минут этого ролика. Я остался на совершенно незнакомом острове один. И первое, что мне нужно было сделать, это портал. Но вот беда, для него не хватало пять кусочков березы, и все! Я отправился искать. Это был темный лес, окруженный болотами. Но я надеялся, что тут найдется луг или равнина, где и будет заветное дерево. Но вместо них нашел туманные земли. Прямо как часть острова. Необычно. И прямо рядом с ними была заснеженная гора. Вид с нее открывался просто потрясающий. Это прямо какая-то сказка. Жутковатая, но сказка. Подумал, почему бы не разместить портал именно тут, чтобы все могли оценить местные красоты. Проблема все так же была в дереве. Прошел вглубь острова, нашел подземелье, но так и не вышел ни на один светлый биом. Решил плыть к равнине, которая находилась на соседнем острове. А как известно, качественной древесины на равнине много. Нарубил сколько нужно, подрался с гоблинами и отправился назад, чтобы построить портал рядом с вещами нашего павшего викинга. Отстроил небольшой деревянный фундамент и открыл портал. Затем поставил стены и высокую крышу. Началась снежная буря, хорошо, что постройку почти закончил. Добавил костер и маленький склад. Теперь у нас есть небольшая база на этом острове. Базы базами, а прокачаться перед боссом нужно. Поэтому мы отправились на болото за привидениями. С них падают очень ценные цепи. Но, к сожалению, спавнится такой моб очень редко. Привидение! О да, иди сюда, лапочка! Иди сюда, дорогое привидение! А ну спускайся ко мне! Иди сюда, тебя святым своим мечом проткну! На тебе! Вот и все, помянем. Хотя это не первая моя встреча с ним. Флэшбэк из второй серии. Разобрались с еще одним привидением и отправились за железом. Да, на удивление, последняя самая сильная броня в игре делается именно из него. А его удобнее всего доставать из сундуков крипт. На болотах встретили поселение гоблинов. Вот так место! Они сражались с местными обитателями, причем среди них были даже гоблины-переростки. Решил проверить свои силы и сразиться с ними. Ну просто утятки, ничего не скажешь. И вот издалека к нам направился гигант из мира гоблинов. К сожалению, мой напарник не дожил до конца битвы. Нет, не умирай! Зорик, помянем! Но у меня появился новый болотный спутник. Правда, зеленый хрен оказался сильнее и отправил Драуга в зыбучие глубины. А вот и гоблин-берсерк. Так еще и со звездой. Смотрелся он жутко, тем более у него начинался неоправданный рейдж. Долго-долго я его отстреливал и, наконец, разобрался с ним. На данном этапе он ощущался, как реально какой-то мини-босс. Железо добыли и поплыли домой. По пути захватили еще стак черного метала с башни на равнинах. Зорик, выстрелив его, дафиг? Выстрелив? Какой быстрый кабар! Сиси, это самая эпичная погоня в истории Вальхея. Нафиг. Все. Ты тут не пица уедешь. Зорик, ты че? Зорик... Не меняется только одно. Я все еще ловлю рыбу, но в этот раз в супер прокачанном шматье. Кстати, я и плащ себе обновил. Эх, спасибо за все, моя любимая волчья накидка. Ты была супер. Помимо плаща, сделал себе и крутой черный щит, который блокирует даже голема. Как вы видите, голему ничего не оставалось, как принять верную каменную погибель. День 171. Роум-тур. И когда говорят настоящий викинг, то начинать надо, конечно, с меня. На стене, как бы добавить настоящему мужику, у меня висит трофей волка, удочка, ну а что, рыбалка это жизнь, морское лезвие, старый железный топор и алебарда. Просто алебарда. На околокроватной стене красуется синий флаг. Конечно же, дракон. Куда же без него? Дракон и копье. Мой старый добрый охотничий лук. Его стрелы будут актуальны всегда. Ну и личный котел с креслом. Викинги викингами, а борщ любой уважающий себя мужик должен уметь и сам приготовить. Вид из окна у меня на море, чтобы успокаиваться. А вот факела у меня дома потухли. Так что 9 из 10. Идем в следующую комнату. Комната Зорика находится в самом углу. Тут стоит стол с кружкой. Паренек явно любит приложиться. Потухший костер и один трофей волка на стене. Бедноватенько для бравого викинга. 5 из 10. Причем этот гад ворует у меня комфорт, как соседи вай-фай. Вот и не обустраивается. Комната в ванне. Ммм, неплохо. Тут освещение работает. А над дверью что? Целая коллекция трофеев. Так еще и Ктюрес коммуниздил. Выглядит красиво. Так, а что это у нас тут над сундуками написано? Кхм-кхм. Сразу появилось желание что-нибудь украсть. 9 из 10. Погнали в следующую комнату. Комната Дани. Какое огромное пространство. Только оно никак не используется. 0 из 10. И последняя комната на основной базе Марата. Рядом портал на равнины. Да, его поставил я. Внутри уютный уголок с костром. Приватный сундук. Ммм, этот человек ценит личное пространство. Небольшой стол со стулом, голова дракона и мой старый молот подарок. Минималистично и симпотно. 8 из 10. А какая комната больше всего понравилась вам? Пишите в комменты. А нам пора приступать к бою с боссом. Сделали вина на огнеупорность? Да, здесь сопротивление огню дает вино. Порабочал за себя и за Сашку. Надел рыбные шурмы на всю команду. Скрафтил себе новую кувалду. Отдохнул. На 184 день пошли на финального босса. Каждый взял свою силу. Я забрал Эктюра. И медленно отправились к туманному алтарю. Почти со всех сторон он был окружен водой и выглядел зловеще. Заделился с ребятами шурмой. Ну а что? Самое то перед тяжелым сражением. Активировали все силы одновременно и начал ждать, как Марат ставит тотемы. 1, 2, 3, 4, 5. И наверное приложить лапу. А, во, ой. Как видите, настрой у меня был чуток пофигистический. Я с трудом верил, что финальный босс представит для нас хоть какой-то челлендж с такой-то невероятной прокачкой и подготовкой. И вот. Небо зажглось лиловым светом. Вокруг начали летать магические сферы. И смотрелось это все бомбически-магически. Будто сражаемся против отряда Винкс. А не против павшего и сушеного демона-шамана-скелета, который хочет всех нас отправить на тот свет. Он вылез из-под земли, и мы были готовы показать, на что способны. В отличие от наших стрел, которые его лишь пощекотали. Нужен был иной путь, и я его предложил. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. А, он сейчас будет травить. О, ой. Ой, ой, я его заблокировал щитом. Ой, я горю. Да, первая попытка подойти к нему была не слишком удачной. Зато вот мой щит оказался не с Алика. И все-таки с самой верной тактикой оказался ближний бой. Беда была только в том, что босс по пояс находился в воде, и это сковывало маневры. Время от времени он призывал метеоритный дождь, который максимально рандомно выбирал свою цель. Дальше вы в этом убедитесь. На тебе, парень, в голову. Ой, почему именно в меня метеорит? За что? За что? Мы все втроем решили бить его вблизи, и это дало существенный результат. И да, мы полностью игнорировали огонь, так как у нас было вино на сопротивление огню. А вот и пример рандомных метеоритов. Метеоритов. Бой длился уже 5 минут, и скелет решил разрушить свой же алтарь. Правильно, бей своих, чтобы чужие боялись. Когда началась ночь, у босса оставалось пол-хп, и он решил дико загорится на меня. Он на меня что-то по полной разозлился, реально. Он на меня возненавидел. Ай! Да сколько можно? Реально. А потом и наоборот. Да, Ваня нагрел. Вот это тебя в задницу. 7 хп, 6 хп, 5 хп. Ты вышел? На помощь скелету пришли однозвездочные гоблины. Тебе жопа, Ваня! Беги, там два звездочных гоблина. И это выглядело как приговор одному из игроков. И все-таки без потерь не обошлось. Но это все произошло не на мои глаза. Однако у фиолетовой нечисти оставалось совсем немного хп. Им можно было добивать уже вдвоем. И по традиции все закончилось очной схваткой. По хвосту! На тебе! На! На! Блин, мне кажется, у него сопротивление урону. На тебе! На! Я тебя добью! Я тебя добью! Ты-ты-ты мне не враг, я с тобой не дружу. Ты мой лишний бодьяк, я тебя придушу. Все, фу. Ох, как он взорвался прям во мне. Ой, мне выпала его мысля. Что? Мы получили последний трофей в игре, и он не мог нас не порадовать своим масштабом. А также вот эта квадратная майнкрафтовская фигня выглядела занимательно. Наверняка в будущих обновах у нее будет очень полезное использование. Например, для зачарования или как питательное ядро какого-нибудь сурового механизма. Ну что, настал тот самый легендарный момент отнести последний трофей на спавн и посмотреть, что будет. Оставшиеся викинги собрались вместе. Несмотря на высокие ожидания, ничего не произошло. Даже мои спецэффекты новой кувалды не помогли. Но в целом оно и понятно. Игра ведь еще в бета-версии. А значит, нас ожидают страшные боссы и эпичная концовка. Лично я ставлю на Кракена, гигантского паука и какого-нибудь подземного босса, которого надо будет призывать прямо в склепе. Но это все только будущее. А пока мы прожили 200 дней в Вальхейме вместе с вами. И это были охрененные 200 дней. Я буду и дальше пилить контент по Вальхейму. И, конечно, мне нужна будет поддержка моих зрителей. Обязательно вступайте в ДС для совместных роликов. Подписывайтесь на инстаграм и чекайте вкладку сообщества. Надеюсь, вам понравилось наше эпичное приключение. С вас лайк, а водники викингов, которые дошли со мной до конца. Я дракон. Еще свидимся.